Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр». С нами на связи. Ольга, приветствуем вас. Здравствуйте. А вот давайте мы тогда и продолжим как раз тему, начатую в тех небольших материалах, которые мы предоставили сейчас для ознакомления нашим зрителям. Все-таки поговорим, в частности, насколько российские чиновники смогут использовать убийство Фомина Татарского, чтобы усилить возможную и самоцензуру среди представителей российского гражданского общества. Об этом также пишет Институт изучения войны, что такие риски есть. Но, в частности, Ольга, все-таки хотелось бы ваше мнение. Я не говорю, да, потому что тут правоохранители, пусть работают там и в Питере, в Санкт-Петербурге, разбираются все-таки, что произошло. Но, по вашему мнению, все-таки, вот как вы считаете, что вчера все-таки произошло? Я не говорю о взрыве, но в кафе ваше мнение, вам слово. Ну, смотрите, вы уже сказали, что это кафе принадлежит Евгению Пригожину, соответственно. Но это вообще такое место, университетская набережная. Там Пригожин открывал свой первый ресторан. Собственно, именно у университетской набережной стоял корабль, на котором был Путин с французским президентом, где их обслуживал Пригожин. То есть это очень такое культовое в этом смысле для Евгения Пригожина место. Там вот все у него, все его бизнесы, которые сейчас уже так разрослись, начинались. С другой стороны, мы прекрасно знаем, насколько напряженные отношения между Евгением Пригожиным и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Поэтому я вчера почитала интересную достаточно версию, на мой взгляд, что это может быть такой очередной раунд внутренней борьбы, в том числе такая история по дискредитации Пригожина лично. Всем известно, что это кафе с самого начала полномасштабной войны использовалось для вот таких сходок за патриотом. Поэтому как-то наш товарищ не мог обеспечить охрану, что называется. Мне кажется, вполне такая интересная версия. И по дальнейшему развитию событий мы увидим, насколько она действительно близка к жизни. И в этом смысле, мне кажется, то, что пишет Михаил Бодоляк, вполне себе имеет право на существование, что это такая внутренняя российская борьба. При этом, собственно, сами исполнители, в том числе, вполне могли быть использованы, что называется, в темную, ну, потому что все понимают, что Владлен Татарский достаточно известный пропагандист. То, что он нес с экранов, тоже всем известно. Поэтому кто-то вполне мог быть использован для того, чтобы... Да-да-да, вот это самое видео, которое вы показываете, именно его, в том числе, я имею в виду. И то, что он говорит, я думаю, для многих людей вызывало просто омерзение, даже не о прощении. Соответственно, как они будут это использовать? Ну, вчера уже все телеграммы, твиттеры и прочие у Z-патриотов просто взрывались от того, что исполнителей надо вешать, украинцев надо уничтожать всячески и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что, конечно, для усиления очередной какой-нибудь атаки и не только на инфраструктуру, но и на абсолютно мирные объекты, конечно, они будут использовать вопя, что это взрыв в центре Петербурга, чуть ли не акция устрашения Путина, и мы должны за это ответить. Я думаю, что, конечно, это мы увидим, к сожалению, в ближайшее время. Как он говорил вот на том видео, всех убьем, всех ограбим, сожжем, все, как мы любим, говорил уроженец Донецкой области. Кстати, да, давай напомню. Мне жаль, что этот человек родился в моем родном регионе Донбассе. Правда, очень жаль. Такие люди не должны вообще, как мне кажется. Не об этом, ладно, проехали, как говорится. Но, тем не менее, прошлое известная гибель Дарьи Дугиной, дочери известного евразиста, псевдофилософа, шовиниста, империалиста Дугина. И теперь вот такая смерть. Тогда, напомню, ФСБ обвинили спецслужбы Украины в смерти Дарьи Дугиной. Теперь вновь, ну, по крайней мере, среди известных журналистов, так называемых, там, лидеров общественного мнения, понятное дело, про кремлевских. Опять ходит вот эта вот история о руке украинской, как Маргарита Симоньян написала. Ну что, мы забудем, там, еще потерпим. Там буквально несколько слов написала себя в Телеграм-канале. Почему, как вы считаете, вот пытаются все-таки сбросить больше на вот эту историю, что, наверное, это СБУ, либо Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Ну, по крайней мере, представитель, там, либо пропагандистского корпуса, либо ФСБшники. Почему-то редко кто-то вообще вспоминает о том, что, а куда смотрит вообще тогда ФСБ? Зачем выделять такие огромнейшие просто деньги в сравнении, там, например, с бюджетом на здравоохранение, на корпус силовой? Куда деньги вообще идут тогда, если могут даже из вида потерять буквально девушку, которая несет в руках взрывчатку? Ну, это как так вообще возможно? Мало того, сейчас же активно... Ну, мы не знаем, кто реально это сделал. Мы даже не знаем, в этом ли бюсте, что называется, самого татарского была взрывчатка. Но то, что пишут про эту девушку, что якобы она была... Ну, если это та самая девушка, которая действительно это выполнила, то она была достаточно активна и задерживалась на антивоенных акциях. То есть, как вы правильно говорите, точно была на виду у соответствующих органов и у Центра по противодействию экстремизма, экстремизму полиции и ФСБ. Поэтому то, что они пытаются все это приложить на СБУ и ГУР, понятно, что это попытка сделать вид, что мы-то работаем очень хорошо, мы за всеми следим. Спрашивается, вы же там страшные деньги тратите, как вы правильно говорите, на вот эту постоянную внутреннюю слежку. А тут практически у вас под носом люди совершенно спокойно что-то такое делают. И совершенно все. До сих пор утром я не успела посмотреть, задержали ее еще или нет. Но вчера, по крайней мере, когда поздно ночью, еще она даже не была задержана. Тут еще одна вещь. Если это та самая девушка, то она связана с ФБК. По крайней мере, она выходила на акции протеста в поддержку ФБК. Поэтому некоторые комментаторы считают, что сейчас это будет использовано для того, чтобы объявить фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального террористической организации. Но меня другое удивляет. Возлагая все время ответственность на СБУ и на ГУР, таким образом пропагандисты, на мой взгляд, даже не задумываются о том, что они показывают всю силу украинских спецслужб. То есть то украинские спецслужбы взорвали крымский мост, который охраняется там, бог знает как. То они приезжают в центр Петербурга и взрывают кафе Евгения Пригожина. То они чуть ли Дугина не взорвали после очередной какой-то сходки, тоже заметите, зет-патриотов. То есть вот просто практически Джеймс Бонд в многих лицах. Удивительно, что они сами не замечают, насколько они пропагандируют тем самым действительно очень хороший уровень работы украинских спецслужб, если это украинские спецслужбы. Давайте так. СБУ прекрасно просто работает на самом деле. И главное управление разведки Министерства обороны Украины. Безусловно. Но удивительно, что они не понимают, что они сами их пропагандируют. Конечно. Ну, все правильно. Вот недавно нашел тоже сообщение о том, что отменена встреча в московской листве ко дню рождения Егора Просвирнина из-за соображений безопасности. По крайней мере, оно было написано в телеграм-канале «Обыкновенный царизм». Егор Просвирнин, напомню нашим зрителям, это один из главный редактор «Спутник и погром» такого шовинистического, империалистического ресурса. Если его таковым вообще можно назвать. Что интересно, господин Татарский еще до последнего дня, он был довольно активным критиком Шойгу. И, в принципе, всего официального военного руководства Российской Федерации. Закрадывается мысль такая, возможно, конспирологическая, что вскоре мы увидим больше смертей среди, скажем так, людей, которые не представляют какие-то официальные органы армии Российской Федерации. Либо людей, которые приближены каким-то образом к господину Пригожину. Либо людей, которые являются там милблогерами теми же, но активно критикуют власть здесь и сейчас. Например, господин Гиркин. Ну, это так, чисто к слову. У вас нет такого ощущения? Ну, во-первых, все-таки зависит от развития событий. Как я уже говорила, конфликт Беглова и Пригожина никуда не делся. И сейчас есть все возможности этот конфликт играть дальше. Потому что, с одной стороны, это, конечно, Петербург. И, соответственно, правоохранительные органы достаточно, не то что подчиняются, но, по крайней мере, Беглов, как губернатор, должен понимать, что происходит с правозахоронительными органами города. А, с другой стороны, действительно, кафе Пригожина. И, казалось бы, столько мероприятий они уже вот эти их провели, могли бы как-то озаботиться о безопасности. А мы же помним, что там еще Вагнер-центр имеется в Петербурге. И, соответственно, это вообще, так сказать, огромное здание. А если там что-то произойдет? Так что, я думаю, что после разыгрывания сначала вот эту карту активнее разыграют. А потом уже, если будет недостаточно, последует что-то еще новое. И вот о реакциях, говоря, я так собирал себе буквально несколько цитат. Вот Симоньян сегодня уже вспоминал. Ну, запятая что? Забудем, простим, пишет вот этот человек. Правда, непонятно кому. Непонятно кому. Ну, это туда в космос отправляет месседжи. Кстати, комментарии закрыла. Раньше были открыты у Маргариты комментарии. Теперь закрыла определенный момент. Ну, переживает человек, видимо. Тина Канделаки. Безопасность ломов. Лидер общественного мнения для наших зрителей, напомню, нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией. Также, Тина Канделаки. Когда страна начнет отвечать? У террористов есть свет, вода, работают железные дороги. Рестораны, интернеты, руководители убийцы ездят с телекамерами по стране. У нас еще и Apple Pay работает, Тина. Все окей, если что. В Российской Федерации с этим проблемы. И дальше, вот уже люди более приближенные к стану милблогеров. Сами милблогеры. Господин Пегов. Что он написал? Нам еще предстоит осмыслить то, как ты ушел. Делает акцент именно на слове «как». Алекс Паркер Лайф. Проект такой. Что касается судьбы Владлена. Почему так получилось? В Российской Федерации ты никогда ни от чего защищен не был. От слова «совсем». Ликвидировать любого человека там не составляет никакого труда. В таком контексте еще было несколько сообщений. Именно с таким, знаете, настроением полупаническим. С одной стороны, если мы говорим о таких людях, как Канделаки, Симоньян и многие другие. И с другой стороны, более такими радикальными, что ли. Если мы говорим о людях, представляющих вот как раз вот эту военную сферу, журналистов военных сфер, закрадывается опять такая мысль, что вот разночтение того, как погиб татарский, оно приведет, возможно, к определенному противостоянию также и среди, ну условно своих. Симоньян против Пегова, Канделаки против еще какого-то военного блогера, когда попросту начнут друг друга, простите за грубость, сжирать вот эти вот представители, по сути дела, одного же корпуса пропагандистского. Ну, чем ситуация будет более острая, тем больше пауки будут грызть друг друга в банке. Это же мы известно. Я хочу вам напомнить, что уже была история, когда военкоров пытались отодвинуть от освещения того, чего они называют СВО. Потом пришлось приложить много усилий, я думаю, администрации президента, для того, чтобы ситуацию как-то разрулить. Кстати говоря, вот то видео, которое вы показывали с товарищем татарским, оно как раз было снято где-то в достаточно высоких местах, по интерьеру чуть-то не в Кремле какая-то встреча была, так сказать, в Кремлевском дворце съезда, то есть в каком-то таком достаточно пафосном месте он там ходил, да-да-да, вот, так сказать, где-то там даже Захарова мелькала сзади, так что вполне себе их привечали. Но то, что пишут, что ты никогда не был защищен, ну, так сказать, а в России кто защищен? Только Владимир Путин. К нему, конечно, никто с бюстиком не подойдет, а жаль, конечно. Еще один аспект. В конце нашего разговора у нас буквально полторы минутки остается, Ольга. На протяжении больше чем года с начала полномасштабной агрессии России против Украины на территории самой Российской Федерации происходили вещи, ну, ранее, наверное, немыслимые, да, вот такие, как, например, опять-таки, подрыв машины с госпожой Дугиной. Да, были теракты, были смерти, сто процентов, но не было вот таких, вот, знаете, которым возникают настолько много вопросов. Смерть Владлена Татарского, происходящее на территории Брянской области. Вот такие истории. Кажется, что Путин своими руками, по сути дела, привел на территорию Российской Федерации нестабильность, не просто экономическую, там, отсутствие политической воли и многое-многое другое, вот что-то такое высокое, эфемерное. Нет, тут же вопрос идет о безопасности непосредственно граждан Российской Федерации, и складывается впечатление, что даже обычный человек теперь не может себя чувствовать в безопасности, пока Путин президент. У нас буквально 30 секунд. Ну, дело в том, что закон о противодействии экстремизму был принят в 2002 году после теракта в Норд-Дости. И после этого он был использован для закручивания гаек именно против политических активистов. И весь этот центр по борьбе с экстремизмом ловил исключительно политических активистов. Поэтому рано или поздно ситуация должна была до этого дойти. Потому что если вся силовая машина закручена против политических противников Путина, рано или поздно это должно было пойти в разнос абсолютно. Потому что иначе действительно террористов они ловить никогда не умели и не хотели. А те, кто это умел делать, просто ушли на пенсию.